Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна, публикует фотографии Пугачевой на вот этом антироссийском шабуше Вайкуле, который проходит второй год подряд, лайк-рандеву 2024, Юрмала. Недавно самое главное, что необходимо знать, пиар-менеджер этого фестиваля, ну фактически Вайкуле, потому что она организует его, ответил журналистам издания news.ru, значит, мотивируя отказ аккредитации, что собираются люди, исключительно поддерживающие сопредельное государство. То есть Пугачева не просто приехала на фестиваль музыкальный к подруге, она приехала на музыкальный фестиваль, который проводится не просто с явными, ярко выраженными антироссийскими настроениями, она приехала на фестиваль в поддержку сопредельного государства. Что еще нужно для того, чтобы соответствующее решение по ней принять? Они показывают явно, мы здесь, мы на этом фестивале, который проводится в поддержку сопредельного государства, о чем заявляет пиар-менеджер этого фестиваля. В прошлом году, я напомню, они приехали с анагентом Галкиным и большинство людей, как в общем-то и в этом году, когда говорили, что билеты продавались плохо, и около 70% билетов было продано именно, когда узнали, что приедет Пугачева, посмотреть на нее. Как писали многие, кто покупал билеты, сфоткаться с ней. И на сцене был QR-код, люди из зрительного зала могли навести телефон и сразу напрямую перевести деньги в помощь солдатам сопредельного государства. Можно это считать косвенным участием в сборе средств, когда ты приходишь, большинство людей приходит на тебя посмотреть, и они отправляют деньги солдатам сопредельного государства. А весь фестиваль музыкальный, как говорит пиар-менеджер этого фестиваля, именно в пользу все люди, кто поддерживает сопредельное государство. Имеется в виду, поддерживает сейчас, геополитически. Ну, а равно, вы понимаете, поддерживает Запад и так далее, заокеанских хозяев. Не знаю, друзья, человек, который посещает такого рода фестивали, даже не иностранный агент, совершенно спокойно может приезжать, заниматься дальше здесь, чем хочет. С моей точки зрения, люди, которые посещают такие фестивали сейчас, в это время, они не должны вообще иметь право въезда в Россию. Мне так кажется. Но, тем не менее, она там. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна. Новости в Телеграм. Там видео о политике, которых здесь нет. Новости 24 на 7 с моими комментариями. Какие-то мои личные фото, видео, стихотворения, если их можно так назвать, песни. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте, подписывайтесь обязательно, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком для бизнесменов, предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.